приветствую вас мои хорошие на канале в гостях у заводчика корги воплощение мечты знаете мне здесь попалось видео на глаза очень забавное где разбирали личности для разных политиков разбирал значит ведущий канала вместе там парень какой-то там маг что-то такое мне показалось интересная принципе тема честно скажу я не смотрела разбор увидела просто сам принцип разбирали человека это что-то подобное знаете как мы с вами делали звезда на ладони на разбор человека только там как бы еще с наводящими вопросами от журналистов интересненько вы знаете а ведь ну была прикольная тема вы меня часто просите да вот рассмотреть каких-то людей что они себя представляют спрашиваете наташа там посмотрите этого ермака посмотрите этого арахами вот это вы мне часто просите там того-то того-то мои хорошие но давайте ведь действительно мы с вами смотрели некоторых политиков но времени прошло много только знаете как я думаю вопросы будут такие потому что ты тут отношения к украине это все слушать это несерьезно давайте так сущность человека его кармическая задача и выполнит ли он свою кармическую задачу исполнит ли он ее мне кажется так будет интересно итак начнем мы с вами с арестовича арестовича лицо но хотя его не сложно себе представить и так арестович арестович какие фотографии а он такой парень самовлюбленный любит базировать такой прям самоуверен сколько фотографий у него хорошо рассматриваем его личность так мои хорошие и так его личность давайте вот так что мы видим очень интересно колесница 8 кубков 10 пентаклей туз мечей и маг он да интересненькая личность правда ну начнем с того что человек я бы сказала идейный вдохновитель достаточно умный даже более того манипулятивный человек который может вести за собой и управлять колесница колесник колесница о чем говорит колесница человек возглавил движение и направил массы за собой направил колесницу вперед да те люди которые были не уверены ехать за ним или нет тогда он включает мага и он разными манипуляциями ухищрениями инструментами своими талантами возможностями подключает и все инструменты да и добивается своих целей восьмерка пентаклей о чем она говорит что цели вот эти его и задачи он может легко менять он может менять свое мнение направление свои две своего движения направление вот этой колесницы он может легко поменять то есть я бы не назвала его на тем уж очень принципиальным но своего он будет добиваться будет добиваться причем у него для этого есть все возможности кроме этого конечно же знаете стремление и любовь материальному несомненно это очень важная сфера его жизни да а для чего тогда вообще-то колесница едет чтобы добиться успеха а успех это и признание да и материальный успех вот у него вот материальное никак не отрывается от всего остального да тут даже не так слава ему нужна как материальное признание очень интересный но я бы сказала похоже правда похоже на рис . карты прям четко надо же обратите внимание в этом раскладе из пяти карт один туз мы имеем и три старших аркана о чем это говорит что это сильный человек что это человек у высоких вибраций вот так вот ну единственная звезда карта восемь кубков младший аркан вот такой более спокойный это он говорит о переменчивости о переменчивости его личности что он может оставлять полные кубки уходить к новым берегам тут что-то сделал бросил пошел к другому да вот вот такой вот он все ищет свои берега постоянном поиске чего-то лучшего а здесь будет еще лучше да а здесь что-то более перспективно то есть вот он не зацикливается на одном а ищет себя у разных берегов вот так вот хорошо давайте посмотрим какие у него кармические задачи как интересно кармические задачи твои кармические задачи одна фотография мне очень нравится я наверное ее и поставлю на аватарку карта сила смотрите какие интересные карты кармические задачи кармические задачи вот помните ну мы делали на него расклад и я вам говорила что он такой многоликий многоликий и посмотрите и даже вот здесь кармическая его задача принципе описывается тремя рыцарями мечевой кубков и пентаклей заметьте здесь нет жезлов здесь видите придумать придумать да донести донести до людей идею и получить результат от чего-то да но заметьте делать самому жезлов да брать вот эту в свои руки жезлы здесь нет то есть он рождает идеи он их доносит а потом как бы наслаждается результатом получает результаты от этого король пентаклей я не знаю какие у него доходы но вы знаете он очень результативный парень и причем посмотрите по силе это влияние на людей это все сильно он должен делать его кармическая задача с большой силой придумывать да идеи создавать идеи доносить их до людей и получать результаты да вот это его кармическая задача получать результаты его задача перейти от рыцарей к королю то есть по сути по своему да вот перерождению души на самом деле арестович еще не король несмотря на то что он и маг у него да и колесница но тем не менее он знаете такой вечно молодой вот как вы думаете насколько арестович выглядит ну мне кажется маложава да у него есть такое ощущение ну молодого человека правда вот есть ощущение от него молодого человека но согласитесь он видите он есть рыцарь и для него его задача стать королем то есть вырасти как-то да перейти на другой уровень уровень мужественности да от рыцаря к королю очень интересно очень интересно да ну и опять же сильное влияние на людей оказывать сильное влияние на людей набраться силы стать сильнее стать еще сильнее чем он есть да вот в этом его воплощение такие кармические задачи у него как интересно ну хорошо сможет ли он воплотить свои кармические задачи в этой жизни сможет ли он их воплотить сможешь ли ты их воплотить нет в этой жизни нет нет видите опять нет ему придется и в следующей жизни дорабатывать эти задачи не получится эти задачи останутся нерешенными придется арестовичу еще пахать и пахать так что и в следующей жизни ему быть рыцарем рыцари не королем пока а дорога до короля у него еще долгая вот так вот кстати интересно карты отвечают правда ну что ж интересно ну давайте тогда продолжим давайте тогда давайте рассмотрим ермака вот всем интересно термак ермак и так кто он кто он кто он по своей сути что он за личность опять же без всяких политических моментов сугубо вот личность как таковая кто он ермак кто ты давайте больше сейчас я включу больше фотографий чтобы лучше его видеть но ведь и ермак не любитель позировать на камеру не любитель тут фотографии такие менее удачные такие какой арестович арестович прям конечно павлин мавлин и так ермак кто ты есть ермак 10 кубков 8 пентаклей четверка четверка мечей император король пентаклей давайте еще одну и подвешенный подвешенный по влюбленным так что же можно сказать о его личности ну я вам хочу сказать что прежде всего это очень мощный и сильный человек император и король пентаклей очень результативный сам себе голова человек обладающий властью и даже если он не был в политике он все равно был бы императором он был императором был своем бизнесе он был бы императором своей семье он был бы императором знаете даже в садике песочнице Он бы управлял процессами. Человек, который управляет процессами. Человек, который берет на себя ответственность. Человек, который заботится об окружающих и несет за них ответственность, принимает решения, но он их и карает. Но он, понимаете, он решает судьбы людей. Император, результативный император, материальный император. Человек, который вряд ли будет когда-либо бедным, потому что материальное для него важно и он добивается того, что для него важно. То есть для него не проблема. Вот это все материальное, вот это все материальное, то, что у него есть, он добивается своим трудом. Своим трудом. Это очень трудоспособный человек. Это трудоголик, который будет впахивать, и впахивать он будет эффективно. Не просто так, да? Человек работает с утками, а у него пшик. Нет, он работает с утками, но он пентаклей король. Понимаете? Мало того, он еще и император. На минуточку. Вот такая личность. Десять кубков. Человек, для которого семья имеет большое значение. Знаете, такой семейный человек. Насколько я знаю, вот сейчас я уже знаю, что у Ермака нет, он не женат. Но это ничего не меняет. У него есть семья, родители, да, там брат, кто-то у него есть. И вот это тоже его семья. И вот семья для него, в принципе, святое, да? Это такой человек семьи. Ну, я бы еще сказала, в данном случае. Весьма такой, знаете, везунчик. Его желания, в принципе, сбываются. Интересный. Очень интересная личность. По десятке кубков, знаете, такой. Главное, и материально удачливый, да? И вот по кубкам, да? Эмоционально наполненный. Интересный, кстати. Смотрите, какой есть нюанс. Четверка мечей. В отличие от Арестовича, который на колеснице, да? Вот он добивается результатов, он у нас такой весь, да, материальный, на колеснице. Это посмотрите. Получается, что Ермак вот этих всех результатов может добиваться практически в положении лёжа. То есть с максимальными какими-то телодвижениями. Он может просто, да, залечь где-то на диване и управлять ситуацией лёжа на диване, да? Или там в каком-нибудь там своём этом секретариате, да? Ему не нужно даже активно что-то там ездить, что-то делать. Он может с минимальной активностью управлять ситуацией. Кроме того, тут знаете, ещё эта карта может говорить о том, что такому человеку требуются большие паузы. Какие-то, знаете, такие вот, знаете, как медведь. Вот как медведь. Он сильный, большой, да, такой мощный, но ему нужна спячка, зимняя спячка. Потому что если зимней спячки не будет у медведя, он превратится в кого? В шатуна, да? И вот чтобы он не был таким шатуном, ему нужен полноценный отдых. То есть человек не рассчитан, да, вот как белка скакать. Даже белка, в принципе, спит зимой. Ну, как кто? Ну, понимаете, да, вот есть такие вот собачки маленькие, типа Чихуахуа, они бесконечно скачут. А есть Сен-Бернар, которые лягут и спят полдня, да, вот. То есть у них вот такой вот размеренный больше образ жизни. Так вот, вот он такой человек, которому нужны большие паузы. Иногда состояние покоя. Человек, который готов сказать, оставьте меня в покое, да, не трогайте меня. Скорее всего, ему не нравится, когда его дергают бесконечно. Он может просто закрыться в кабинете, да, и заниматься своими делами, чтобы его никто не трогал, никто не цеплял. И при этом все дела делаются, все дела делаются по императору. Очень интересно. Посмотрите, у него карта повешенной, видите, подвешенной выпала. И мне было интересно, что же у него подвешено. Это, то есть, человек, понимаете, у которого что-то в жизни зависает. Вот при всем, при всем том, что он император, туз, пентакли, да, ух какой, ну, человек-то, моща, да. А при этом у него что-то зависает. По влюбленным зависает, мои хорошие. По влюбленным в отношениях. Все, что касается личностных отношений, здесь какая-то такая, знаете, ситуация подвешенного. Где-то это такая жертвенная ситуация, где-то она не движется, не продвигается почему-то. Вот в личных отношениях у него какой-то стоп. Хм, интересно. Хорошо. Что мы смотрим теперь? Кармические задачи. Давайте. Кармические задачи Ермака. Кармические задачи в этой жизни. Какая у него задача? Что его личность, его душа, что должна сделать? Тоже, смотрите, туз мечей. Ну, видите, сильные люди, у них сильные карты. Смотрите. Справедливость. Смерть. Королева мечей. Ух ты. И смотрите. Девять жезлов. Ничего себе карты, я вам скажу. Ничего себе. Обалдеть, я бы сказала, на минуточку. Смотрите, как интересно. Слушайте, это потрясающе. Кармические задачи. Туз мечей. Справедливость. Он не простой человек. Он громадвод для Зеленского. Он очень важный. Для нашей страны, вот кто там его хейтит и все такое. Но для нашей страны, по сути, он не менее важен, чем Зеленский. Потому, ну, я вам серьезно говорю. Он, знаете, он как меч какой-то вот. Вы посмотрите. Туз мечей, да? Идея, сила, право, знание, воля и справедливость. То есть, нести меч справедливости какой-то. Нести меч справедливости. Нести какую-то волю по справедливости. По справедливости, понимаете, где-то он должен принимать решение. За или против. Казнить или миловать. Понимаете? Именно он кармически должен выносить решение. Как, кому, как с кем поступать. Кто, чего стоит. Понимаете? Вот. Вот это вот давать советы. Такие, от которых нельзя отказаться. Вот это его. И я бы даже сказала, из него был бы, знаете, кто? Ну, например, какой-то там главный генеральный судья. Знаете, какой-то вот главный-главный судья в стране. Вот это было бы его место. Потому что решать, кого казнить, кого миловать. Вот это его прям кармическое предназначение. Знаете? Вот. Да? Выносить приговор какой-то. Судить по справедливости. Вот это его кармические задачи, мои хорошие. Посмотрите, как интересно здесь. Смерть. Смерть королевы мечей. Его кармическая задача. Трансформация королевы мечей. Некой войны. Да? Трансформировать ее по смерти. Закончить. Но не просто закончить, а по смерти навсегда. Да? Как убить. Убить полностью. Трансформировать ее до основания. Полностью. Безвозвратно. Да? Трансформировать безвозвратно королеву мечей. Ну, по сути, мы с вами рассматриваем королеву мечей. Это как военная энергия. Да? И при этом уцелеть самому. Уцелеть самому. Но вы смотрите. Его кармическая задача. Вот, да? Его карма. Это выгребать. Получать тяжелый жизненный опыт. Видите? С больной головой. Получать уроки судьбы. Выстоять перед разными нападками. Перед разными препятствиями. Много бороться, преодолевать и выстоять на этом пути. Выстоять. Удержаться. Да? Несмотря на эту головную боль. Несмотря на весь тяжелый жизненный опыт. Все-таки устоять. Да? Хм. Интересно. Ну, хорошо. Пройдет ли он? Пройдет ли он это испытание? Сможет ли он исполнить свои кармические задачи? Получится ли у Ермака? Получится ли? Получится ли у тебя? Вот у него, да. Смотрите. У Арестовича нет. Он немножко, знаете, в иллюзиях запутывается. У него слишком много мыслей. Нет. А здесь, смотрите. Видите? Рыцарь Пентакли. Здесь результат в руках. У этого, да. Да? Он сможет свои кармические задачи выполнить. А вы говорите, мои хорошие. Окей. Кого смотрим? Зеленского. Давайте. Зеленского. Интересно. Итак. Зеленские. Картинки сейчас. Итак. Что за личность? Кто такой? Да? Опять же, никаких мы не делаем привязок к политическим. Да? Вот просто личность его. Энергии. Кто он такой? Кто ты такой, Зеленский? Кто ты? Кто ты? Угу. Четверка Пентакли. Влюбленные. Двойка Пентакли. Рыцарь Жезлов. Восемь мечей. Звезда. Ну, здесь, знаете, просто истинная такая картина настоящего Водолея. Во-первых, смотрите, это мечтатель и романтик. Звезда. Личность яркая, известная и знаменитая. Да? Звезда. Ну, по сути, смотрите, карты даже напрямую дают. Звезда. Кто у нас Зеленский? Звезда. Да? Звезда. Значит, его трудно не заметить. Он, знаете, такой вот прям, его всем видно. Вот кто не поднимет голову вверх, все видят, всем видно эту звезду. Очень яркий и заметный всем, да? Очень заметная личность. Конечно, он вызывает симпатии. Он умеет договариваться. Он умеет располагать к себе. Он умеет найти контакт, да? Это такой, знаете, человек прирожденный дипломат. Прирожденный дипломат. И при этом он звезда, да? Человек вот такой вот. И все это вместе делает его прямо идеальным для, идеальным человеком, когда нужно договариваться. Человек, который, знаете, договорится даже с дубом. Вот это Зеленский. Может уговорить, да, любого человека. При этом, смотрите, рыцарь Жезлов. Личность активная. Периодически он даже, знаете, такой... Сразу начинает куда-то бежать, да? Мчаться. Может быть, даже не мешало бы чуть подумать. Видите, в данном случае он тоже рыцарь. Он тоже молодая душа, как и Арестович. Рыцарь не король. Он рыцарь, Ермак король. А Арестович и Зеленский у нас рыцарь. Они молодые души, они еще не такие зрелые. Вот в этой жизни у них происходит, да, какое-то еще созревание. Что у него? Посмотрите. В его планах всегда очень много помех. Человек, который встречается постоянно с какими-то препятствиями. И ему приходится эти препятствия преодолевать. Не всегда он это может сделать, потому что у него есть некая нерешительность. Вот ему нужно, знаете, для принятия решения подумать, взвесить. Иногда он не может решиться что-то сделать, да? И где-то нужно вот ему на это или время, или какая-то поддержка, поддержка более сильного человека, который скажет, слушай, это все окей, да, все смотри, все будет нормально. То есть вот это какой-то, знаете, как у весов. Какая-то вот все взвешивает, думает. Ему нужно вот сбалансироваться. Вот ему не хватает этой стойкой уверенности, да, где-то ему непросто принять решение. Возможно, ему непросто принять решение именно из-за влюбленных. Потому что, видите, у него вот такое отношение к людям, да? Как бы ты мой друг, и ты мой друг, да? И вот эти вот острые решения принимать, как Ермак, например, он может. Он может принимать любые острые решения. Для Зеленского острые решения принимать сложно. Зеленский очень привязан к своему, к тому, что его, к своей стране, к своей семье, к своим детям, к своей жене, к своему. То, что он считает своим, он очень сильно за это держится. Такие люди редко меняют страну, женятся несколько раз, там, бросают свою семью. Крайне редко. Это люди, которые держатся за свое, какое бы оно ни было. Хорошая страна, плохая, это моя страна. Красивая жена, плохая жена, некрасивая, дурная, там, это моя жена, да? Они держатся за то, что у них есть. Ну, вот такая личность. Как думаете, похож? Интересно, кармические задачи. Кармические задачи, непосредственно Зеленского. Какие кармические задачи, с какими задачами он пришел в этот мир? Лично он. Подвешенный. Император. Что тут у нас? Семерка Пентаклей. Восемь Пентаклей. Колесо Фортуны. И девять Пентаклей. А его кармическая задача, мои хорошие, во-первых, то, что Император, он не просто так. Да, вот она, карта Императора. Видите, так же, как, кстати, и у Ермакада. Вот карта Императора. Его кармическая задача – сдвинуть с мертвой точки, с места что-то, то, что долго-долго было на месте и долго чего-то люди ждут. Вот что-то долго, вот видите, что-то было на месте долго-долго, да, какая-то вот подвешенная ситуация, очень важная, да, и люди вот в таком, все ждут, все ждут, да, непонятно чего ждут и висят. То есть подвешена, ну, как Украина, в подвешенном состоянии и все в ожидании, чем это все закончится. Так вот, его задача, как Императора, то есть он кармически назначен Императором, не просто так, кармически, ну, в данном случае Император не обязательно, ну, как президент. Император – это властью наделенный, властью наделенный человек, которому нужно сдвинуть с места давно и сильно какую-то проблему ожидаемую, решение которой все ждут. Сдвинуть ее с мертвой точки, прокрутить колесо фортуны, сдвинуть это колесо фортуны с мертвой точки, которая застряла, очень долго стоит на одном месте, оно застряло, и все ждут, когда же оно сдвинется. Вот он должен сдвинуть, его задача – сдвинуть. Заметьте, трансформировать и закончить – это задача Ермака, вы помните? А его сдвинуть, сдвинуть с удачей, потому что он удачливый, с ним есть удача. Вот это вот, да, сдвинуть по удаче, с удачей и добиться большим трудом, добиться больших, хороших результатов. Большим трудом, да, трудом, то есть много работая, но эффективным трудом добиться максимальных результатов. Девять пентаклей – это, знаете, такой райский сад, это благодать, это у тебя все есть, ты получаешь все, что хочешь, да, это карта роскошь, это карта, ну, знаете, наверное, мы все мечтали бы об этой девятке пентаклей, хорошая карта. Так вот, его задача кармическая, видите, сдвинуть некий процесс с мертвой точки, с успехом, с эффективной работой и добиться отличных результатов. При этом властью он наделен кармически, действительно. Управлять этой ситуацией, да, двигать ее, сдвинуть, продвигать, вот, продвигать эту ситуацию так, чтобы эта ситуация разрешилась положительно. То есть он такой движок, движок. А как раз Ермак скорее серый кардинал, как раз скорее тот император, который мечом, да, который по справедливости мечом судит, дает вот эти вот идеи. Вот так, мои хорошие, а вы говорите. Просто кто-то остается за ширмой, кто-то минимально показывает себя. А видите, Владимир Александрович, он в данном случае такой двигатель, да, двигатель, а идейный лидер, в принципе, получается как раз, так сказать, его товарищ. Вот так. Не знаю, мои хорошие, для вас это ожиданно или неожиданно? Скажите, как вы считаете? Интересно, вот очень интересно ваше мнение. Вы видите, какой расклад, да? Ну, вы ожидали такое, увидеть или услышать? И как вы считаете, похоже ли это на правду, да, или карты чего-то тут пошутили с нами? Хорошо, давайте спросим, выполнит ли Зеленский свое кармическое предназначение? Выполнит ли? Выполнит ли? Сможет ли он это сделать? Выполнит ли он кармическое предназначение? Восемь. Да, несомненно, большим трудом и постоянной работой. Не потому, что он по мановению волшебной палочки, да, человек достигает результатов постоянным трудом, да, постоянно упорно работая. Вот он садится и погнал, погнал, и у него есть результаты. Этот человек трудяшка, трудяшка на своем месте, несомненно, выполнит, да. Причем, знаете, карта выполняет, вот она говорит, сейчас он это делает, он этим и занимается, ничем другим. Очень интересно, потрясающе. Ну что ж, давайте попробуем Арахамию, мои хорошие. Вот Арахамия вообще очень интересна, потому что я вообще не просто ничего о нем не знаю, а от слова вообще. Вообще. А давайте посмотрим. Сейчас по фотографии, да. Итак, что за человек Арахамия? Кто он по своей сути? Кто он такой вообще, да? Сущность этого человека. Арахамия, кто ты? Кто ты? Угу. Очень интересно. Пятерка мечей. Паш Жезлов. Еще один паш у нас будет. Смотрите. Восемь мечей. Кстати, видите, у него восемь мечей, как и у Зеленского. Ограничения по жизни. Королева. Королева Жезлов здесь у него. Угу. Тоже Ждун. Тоже Ждун. Да. Семь пентаклей. Девять кубков. Ну, смотрите, мои хорошие. Что можно сказать про Арахамию? Самое интересное, что вообще его не знаю. Так вот, человек. Ну, смотрите. Я не скажу, что этот человек... Тоже как король, да, сформированный король. То есть максимально мужская энергия. Нет. Нет. Он активный в своем деле, да, такой активный движок, активный. Но активность его, знаете, как исполнителя. То есть он человек-исполнитель, который встречает на своем пути также большое количество, знаете, стопов каких-то. Возможно, это стереотипы. То, что его останавливает, стопорит его в этом движении, да. То есть это много каких-то у него по жизни ограничений, каких-то ограничивающих факторов. Что-то не дает ему свободно лететь, да. Вот он стопорится, а что ему тут мешает? Ну, что угодно может мешать, знаете, как вот человек, имеющий какие-то ограничения. Он может быть резким, он может быть конфликтным, он может быть, знаете, таким, ну, как, знаете, как мальчишка дрочливым. Такой, да, такой вот, взрывной, да, такой, ух, ух, прям, ух, такой, вот такой вот. Но при этом его нельзя назвать очень решительным человеком. Он, знаете, из такой тематики переждать, подождать, а чем дело закончится, да. А ну-ка я подожду, а ну-ка посмотри, переспать с этой мыслью. То есть я не назвала, не сказала бы, что он, знаете, как вот, видите, не туз мечей, да, который рождает идеи, двигает вперед массы. Нет, нет, он такой менеджер-мужчеловек, да, даже, видите, по королеве, даже по королеве, не по королю. Активно, да, такой, активно двигающий, активно проявляющий, да, такой огонь, но при этом имеющий много ограничений, имеющий проблемы из-за своей какой-то такой дерзости некой, да. И, скажем, такой, знаете, который скорее будет подождет, обождет, не очень уж решительный, да. Он может быть, смотрите, такой вот резкий, но нерешительный, понимаете, да, разницу резкий, но нерешительный. Ну, при этом, посмотрите, конечно, товарищ самовлюбленный, самоуверенный, такой, знаете, абсолютно вот считает себя, я крутой, я классный, я молодец. Тут, знаете, у него нет такого, чтобы он сомневался в своем успехе. Вот он, может, будет ждать, он нерешительный, да, какой-то, при этом, смотрите, он активный, да, активный, но по пожам, все равно. То есть, такой, активный исполнитель, да, но при этом самомнение у него, я бы сказала, выше среднего, оценивает он себя выше своих реальных достижений, да, такой вот человек. Ага, хорошо. Какие же у него кармические задачи? Арахамия, да, и твои кармические задачи? Кармические задачи. Труд, да, опять же, эффективно, много работы, очень интересно. Рыцарь, рыцарь мечи, колесо фортуны. Ну, тоже движок, тоже движок, видите. Смотрите, страшный суд, ух ты, ух ты. Смотрите, кармические задачи, как раз его кармические задачи, мои хорошие, видите, они выше, чем он сам по себе как личность. Его кармические задачи куда более серьезные, и для его личности это сложная задача. Посмотрите, туз мечей, страшный суд, колесо фортуны, рыцарь мечей, да, восемь пентаклей. Очень, смотрите, какие у него задачи сложенные, да. То, что он не может делать, то, что он как личность, делать не готов. Вот сейчас он не является таким человеком, который может эту кармическую задачу исполнить, но у него задачи очень серьезные. Перед ним кармическая задача, смотрите, нести идеи, принимать решения, да. Да, причем, смотрите, выносить приговоры, решать судьбы людей какие-то, да, принимать такие решения, которые будут влиять на массы, двигать процессы, да, продвигать, крутить вот это колесо фортуны. Такая же, кстати, как у Зеленского, видите, двигать, продвигать, причем нести очень активно, быть таким мечевым рыцарем, нести вот это вот, понимаете, вот это кармическое, кармическое решение, да, то, что решено, и он должен нести это в массы, да, нести в массы, вот это вот кармический приговор, да, скажем так, приговор он должен нести в массы, не как император, вот как у Ермака, император и он, да, выносит приговор, а этот, он должен этот приговор нести в массы, видите, нести. То есть как оглашать приговор, нести его в массы и, возможно, даже в какой-то степени и приводить в исполнение, приводить в исполнение. Но опять же, видите, очень серьезные у него и очень много, очень сильные у него задачи, достаточно серьезные у него задачи. Его личность на сегодня не очень соответствует его кармическим задачам, потому что он исполнитель, он так вот, вот так, вот так, да, королева жезла. Но при этом, да, вот как-то, ну, мне кажется, чуть-чуть ему нужно, да, еще больше стать как личности, потому что задачи у него очень сильные, очень серьезные задачи. Знаете, карты задач прямо ого-го, а личность еще как бы, ну, не совсем на том уровне. Ну, интересно, сможет ли он настолько вырасти, да, чтобы эти кармические задачи выполнить свои? Сможет ли он выполнить свои кармические задачи как личность, да, как душа? Сможет ли он выполнить кармические задачи? Вот видите, упала карта, у него большие ограничения, очень много помех на его пути и много ограничений. Ну, хорошо, сможет ли, сможет ли. Десять жезлов, смотрите, то, что есть, видите, ему очень тяжело. Вот мы с вами только говорим, да, что его личность не очень, не очень соответствует тем задачам, которые ставит перед ним судьба. Да, тяжелой, ему тяжело, это такая ноша, которую он с большим трудом несет, сложно. Видите, кубковый, ну, хорошо. Вы знаете, пожалуй, в этом перевоплощении, вот посмотрите, пожалуй, в этом перевоплощении вот ему очень сложно, но вы знаете, он будет сильнее становиться. Его душа, она станет сильнее именно в этой работе. Эта работа ему нужна, да, вот это, то, что он делает, ему нужно, такой, да, как жизненный экзамен такой, для того, чтобы он стал сильнее, чтобы он уже не был, да, королевой жезлов, там, папажам, а чтобы он стал королем жезлов, да, чтобы он там уже перешел на другой уровень. Ну, то есть, понимаете, сила, да, энергетическая сила, вот чтобы увеличить свою эту силу, ему нужно делать то, что он делает. Выполнит ли он? Ну, я бы сказала, он на пути, он на пути, возможно, в этом воплощении так и не сложится до конца, но как бы он делает свое дело. Несмотря на все, мои хорошие, он делает свое дело, хотя ему оно дается очень тяжело, да, как бы ни по рангу, ни по статусу, ну, вот слабоват, но ему это нужно, его душе это нужно для того, чтобы стать сильнее и, возможно, в его следующем воплощении показать больше результаты, да. То есть, это такая, знаете, ординатура после института, да. Очень интересно, кстати, очень интересно. Давайте-ка. Ну, вот опять я спросила, добьется ли он результата. Скорее всего, нет. Скорее всего, нет, видите, и король мечей помеха тому. Помеха тому, слишком сложная ситуация для него. Все-таки, нет, то есть, он все-таки в процессе, он будет в процессе, для него это серьезная трансформация, вот смотрите, что выпало, смерть и король мечей. Для него это перевоплощение, это его трансформация уже в короля мечей, да, вот из такой жезловой дамы он в этой жизни будет трансформироваться в короля. Да, о чем я вам говорила, смотрите, карты как подтверждают. То есть, он в процессе, он в процессе, но тут еще будет над чем работать, ему это очень тяжело дается. Сложно, сложно, какая-то сложная работа души его, понимаете, вот его энергии как-то так тяжело это все ему. Ну вот, как-то так. Такой расклад, мои хорошие, что вы об этом думаете? Что вы об этом думаете? Для меня в какой-то степени неожиданно, ну хотя, если вдуматься, то да, да, наверное. Я вот только за Арахами, вообще ничего не знаю, напишите, кто знает и кто за ним следит, там, да, за его деятельностью. Есть ли тут что-то общее, да, что можно о нем сказать? Он для меня вообще, то есть, просто вот так картинка, не знаю ничего о нем. Очень-очень интересно. Жду ваши комментарии, мои хорошие, ваше мнение и ваши впечатления об этом раскладе. Понравилось ли вам? И, возможно, вы хотите такой же расклад сделать еще на каких-то личностей с этим же вопросом, да? Сигнификатор личности, его кармические задачи и сможет ли эта душа справиться со своими кармическими задачами? Спасибо и до новых встреч!